Друзья, всем привет! С вами Ирина Гри. Я продолжаю рассказывать про мифологию. Сейчас я нахожусь в музее Горно-Алтайска. И увидела здесь череп бизона, который натолкнул меня как раз на мысль о том, чтобы рассказать вам одну из историй древнего-древнего-древнего племени. Сейчас я вам покажу. Я примирилась к этому черепу, и вы знаете, он совершенно точно, в ширину рога его занимает метр. При этом, если вы посмотрите поближе чуть-чуть, то заметите, что у них еще сбиты кончики рогов. То есть на самом деле ширина еще больше. Представьте себе, да, как древние люди охотились на таких животных, не имея вообще никакого оружия. А дальше история. Это история племени индейского, которая проживала на территории современной Монтаны. И это было в эпоху неолита. То есть это где-то 6-5 тысяч лет до нашей эры. В то время у охотников не было никакого оружия, и они заготавливали пищу для себя тем, что они загоняли бизонов на край обрыва, и те с этого обрыва падали, разбивали внизу спины, и люди приходили и добивали их уже. И вот однажды осенью люди ожидали, что они поведут бизонов к обрыву, а бизоны к обрыву не пошли. И они развернулись и пошли в другую сторону. И люди понимали, что им грозит голодная зима. И тогда рано утром одна девушка встала и пошла за водой и увидела стадо пасучихся бизонов. И она подумала, как было бы здорово, если бы они все встали и побежали к обрыву, и попадали бы из него. Тогда я вышла бы замуж за одного из них. И, о чудо, они действительно встали и побежали к обрыву, и попадали с него. И тут к девушке подходит один бизон. Она смотрит на него и скрикивает, «О, нет! О, да!» – говорит бизон. «Мы сдержали свое слово. Теперь дело за тобой». И девушка понимает, что она должна пойти вместе с этим бизоном. И бизон ее забирает с собой. Когда люди утром просыпаются в племени, то они обнаруживают, что бизоны все попадали сами со скалы. И как же это здорово! Они пошли, добили их. Целый день они усердно трудились. И только в конце этого дня, вечером, они замечают, что девушки-то этой нету. И отец понимает, что что-то здесь не то. И тогда он берет, одевает мукосины, берет с собой лук, стрелы и отправляется на ее поиски. Он идет по следам и понимает, что она ушла с одним из бизонов. И вот он идет, идет, спускается с обрыва и доходит до места, где бизоны купались. И валялись на траве, избавляясь от мошек. И вот он там садится в эту траву и думает, что же ему дальше делать. И тут подлетает сорока. А как мы знаем, в мифологии сорока является шаманской птицей, точно так же, как и ворон. И считается таким смышленым существом наряду с лисами. И он у нее и спрашивает, сорока, сорока, а не видела ли ты тут девушки, моей дочери, проходящей с бизоном? Она говорит, да, действительно, проходила тут девушка, совсем недавно. Вон там она, вместе с бизонами. И он говорит, пожалуйста, полети к ней и скажи, что ее отец здесь ее дожидается. И тогда сорока полетела к девушке, бизона в это время спали. И девушка увидела сороку, и сорока ей говорит, девонька, там вот рядом с купальней сидит твой отец, он тебя дожидается. И она говорит, хорошо, пускай он подождет меня, я приду к нему. И в этот момент как раз просыпается бизон и говорит, слушай-ка, принеси-ка мне воды. И девушка что делает? Она берет, отламывает рог у бизона для того, чтобы набрать от него воду, и отправляется на место водопоя. И вот она приходит туда, встречает отца, и отец ей говорит, скорее, пойдем с нами домой. Она говорит, нет, нет, что-то, это очень опасно. Надо дождаться хотя бы, когда они уснут, и тогда я смогу пойти. Он говорит, ну хорошо, я подожду тебя здесь. И она возвращается с водой и приносит ее бизону. Но бизон нюхает воздух и говорит, фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу, я чувствую, пахнет духом человеческим. И девушка скрикивает, о нет, а бизон скрикивает, о да. И тогда он с криком и воплями отправляется на то место, где у них купальня. И другие бизоны отправляются вместе с ним. И он прибегает и видит там отца этой девушки. И они начинают его топтать. И они его топчут до тех пор, пока от него не остается ничего вообще. Они полностью втаптывают его в землю. И девушка видит это, и она плачет. И говорит, боже мой, папа, папа. А бизон ей говорит, что ж ты плачешь, ты потеряла только отца. А посмотри, мы потеряли и своих жен, и детей. Половину нашего племени мы потеряли на этом обрыве. Но она продолжает вслипывать и плакать. И тогда он говорит, ну хорошо, если ты сможешь оженить его, я тебя отпущу. И что ж тогда делает девушка? Девушка садится около тела, ну не тела, а около того места, где был ее отец. И опять прилетает сорока и делает свое дело. Она приносит ей маленькую косточку от отца. Девушка кладет эту косточку на землю, накрывает ее тканью и начинает петь магическую песню. Она ее поет, поет, поет. И через время уже видно, что под этой тканью лежит человеческое тело. Она убирает ткань. И видно, что это тело недвижимо. Она вновь накрывает его тканью и продолжает петь эту магическую песню. И поет, и поет. И раз, когда она убирает второй раз ткань, то все видят ее отца. Он жив и живеханик. Бизоны изумлены просто. Увиденным. И тогда главный бизон говорит. Ну что ж, раз ты смогла сделать такое для своего отца, может быть, тогда ты сделаешь это и для наших бизонов. Мы покажем тебе свой танец, и ты его станцуешь. И тогда мы заключим договор. И вот эта вот история, она как раз говорит о том, что женщины во все времена, особенно в древнем мире, когда племя жила как раз охотой, выживала за счет охоты, всегда был договор между охотниками и животными. И тогда те мифы, они были ориентированы на мужчин. Но женщина в них имела особенное значение, потому что она связывала эти два мира. Она была как посредник между ними. И за счет этого могла протекать жизнь. И, собственно, этому как раз и посвящен вот этот миф. На эту историю есть очень-очень много мифов разных народов, как женщина становится женой какого-то зверя, какого-то племени. И таким образом происходит вот этот вот ритуал поклонения божественным силам, когда люди могут охотиться на животных и с позволения природы использовать их для своего выживания. В этом и заключается как раз вот этот вот договор и мирное существование вместе. Вот такая вот чудесная история, друзья. Если у вас возникают мысли о том, какие еще мифы вы знаете на эту тему, напишите их внизу в комментариях. Это будет очень интересно, потому что этот миф он про историю индейцев. Но я точно знаю, что такие мифы были и у австралийских аборигенов, и точно они были на Балканах, и, конечно же, естественно, в Африке.